После двух месяцев карантина ресторанный бизнес оказался на грани выживания, а кто-то и вовсе не открылся. Но чтобы хоть как-то остаться на плаву, пришлось многим пожертвовать. Это сокращение персонала почти в половину, перезагрузка меню без изменения цен и работа себе же в убыток. Но массового ажиотажа после карантина не наблюдается. То ли из-за непогоды, или из-за экономического кризиса, или всего вместе посетителей на летних площадках все так же мало. В середине мая Кабмин разрешил работу летних площадок, кафе и ресторанов. А закрытые помещения так и остались в ожидании полного снятия ограничений. Но даже с таким учетом рестораны не справляются с накопившимися проблемами. Первыми под удар попали персонал. По городу пришлось сократить около 80% штата. Рестораны сократили персонал минимум на 80%. Некоторые полностью прекратили свое существование. Те, у кого не было запаса прочности, они попробовали быстро перестроить как-то свою бизнес-модель под новые реалии. У кого не получилось, конечно же, экстренно были закрыты. И вторая проблема, конечно же, связана с тем, что, опять же, тем же рестораторам пришлось изменять как-то свои блюда. В связи с тем, что не полностью дали возможность работать ресторанам, а лишь частично. Только летние площадки. А это определенного рода тоже сложности. Потому что, как дальше вести переговоры с теми же арендодателями? Мы открылись или мы не открылись? Мы платим аренду полностью или мы платим аренду частично? Какое количество персонала выводить? Только частично. Кого в первую очередь, кого вообще не выводить? То есть, открытие летних площадок для некоторых ресторанов, для некоторых бизнес-моделей, они ничего абсолютно не меняют. Повышать цены не выход для ресторанного бизнеса, говорят предприниматели. В условиях жесткой конкуренции посетитель не выберет кафе «Строй», завышенный ценой на салат. Выход – отказываться от некоторых позиций и подстраиваться под клиента. Я думаю, что ресторанный бизнес ожидает так называемый «Алый океан» в ближайшем времени, где просто-напросто будет очень жестокая борьба за клиента. Ударила по карману предпринимателей и аренда помещений. А наувы в период карантина чаще всего не снижалась. Рестораны столкнулись с проблемой. Как платить аренду, если работает только летняя площадка, а помещение пустует? Потому бизнесмены провели акцию протеста под Кабмином с требованием разрешить работу заведения общепита. Ведь государственной поддержки для малого бизнеса на деле так и не было. Были государственные программы, направленные на помощь малому бизнесу предпринимательству. Но на практике я знаю, что они сложно реализуемые. То есть к нам в компанию поступали запросы, и мы анализировали. Но пакеты документов для получения тех же кредитов не каждый предприниматель готов собрать. И нет возможности, чтобы их предоставить все документы, чтобы была такая поддержка. Да, государственные программы существуют, но реализация пока не на очень хорошем уровне. Кредитование малого бизнеса – одно из существенных условий – это должно быть залоговое имущество предоставлено. То есть не у каждого предпринимателя есть, во-первых, имущество, которое можно предоставить в залог. А во-вторых, тоже когда стоит вопрос остро, то есть готов ли идти предприниматель на такие риски, не зная, что будет завтра – лишаться своей квартиры или какого-то другого имущества. Сегодня Кабмин разрешил ресторанам и кафе полностью возобновить работу с 5 июня. До этого времени без работы осталось до 800 тысяч работников украинской индустрии общепита. И сможет ли работодатель покрыть свои долги и принять сотрудников на работу обратно, сказать сложно. Ведь на место не переживших карантин ресторанов уже метят конкуренты. Светлана Довжук, Константин Нечеред, Телеканал Репортер.